Это итоги недели. Меня зовут Антон Шибанов. Здравствуйте. В понедельник в Перми прошло большое совещание по проблематике лесопромышленного комплекса. Здесь многое изменилось даже за последний год. Самый громкий пример начала работы в нашем регионе лесной биржи. Обсудим происходящее с нашим гостем в начале новости компании от Рустама Багизова. Рустам, приветствую тебя. Накануне в Перми свершилось еще одно значимое событие. Это открытие нового терминала аэропорта. И для участия в этом мероприятии в наш город приезжал министр транспорта России Максим Соколов. Кроме того, знаем, что кортеж министра был замечен и в районе поселка Новые Лиды. Действительно, там федеральному министру, федеральным гостям показали уникальный стенд, который открыли и назвали его, кстати, в честь Павла Соловьева. Новый стенд предназначен для испытаний сразу двух типов двигателей. ПС-90А и перспективных ПД-14. Объем инвестиций за три года составил 1 миллиард рублей. Новый стенд расположен на загородной испытательной станции предприятия ОДК «Пермские моторы» в новых ледах. Его уникальность в универсальности и применении адаптерной системы. Это самый современный технологический уровень. Он позволяет проводить подготовку к испытаниям за пределами стенда в отдельном помещении. Но если раньше на самом стенде монтаж и подготовительная работа занимали 8 часов, то сейчас всего полчаса. Это позволяет в разы увеличить пропускную способность стенда. По словам управляющего директора «Пермских моторов» Сергея Попова, в этом году будет закончена программа опытных испытаний ПД-14. В июле следующего года планируется испытать на стенде уже первые серийные двигатели ПД-14, которые затем будут отгружены в Иркутск для летных испытаний лайнеров МС-21. Кроме того, гостям рассказали о дальнейших планах развития площадки станции в связи со стартом проекта семейства двигателей «Большой тяги», базовым в котором определен двигатель ПД-35. В свою очередь глава предприятия ОДК авиадвигателя Александр Иноземцев отметил, что вокруг базового ПД-35 будет создано большое семейство авиационных двигателей с тягой от 20 до 50 тонн и газотурбинных установок промышленного применения мощностью до 40 мегаватт с перспективой их развития до 50 мегаватт. Пермский край подписал соглашение о покупке площадки завода «Ремпутьмаш» с РЖД. Сумма сделки составляет 445 миллионов рублей. Подписи по документам поставили министр по управлению имуществом края и топ-менеджер «Ремпутьмаша». По словам Максима Решетникова, площадка продана целиком. В стоимость покупки входит цеха предприятия, а также территория завода площадью 8,5 гектаров. Сроки переноса уже обозначались ранее, это 20 месяцев. Планируется, что действующее предприятие будет перенесено на одну из трех площадок в краевой столице. Сейчас Пермский край предложил заводу рассмотреть, в частности, земельные участки в районе станции Пермсортировочной и Левшина, которые находятся в собственности РЖД. Третья площадка и называется участок, находящийся на Соликамском тракте, который находится в собственности компании «Комтекс Химпром». Пока, по словам предприятия, группа еще не определилась с конкретной точкой, поэтому стоимость участков также пока не озвучивалась. Пермский R-Телеком Холдинг приобрел 100% акций «Коламбия Телеком». Это один из крупнейших волгоградских провайдеров. Стоимость сделки компании ожидаемо не раскрывают. Поглощенные Пермским холдингом предприятия работают под брендами «Коламбия Телеком» и «Некст Уан» с 2001-го. Оператор обслуживает 39 тысяч физлиц и более 2000 корпоративных клиентов. В результате сделки доля R-Телекома на рынке связи в Волгоградской области в сегменте B2B составит более 40%, что увеличит присутствие компании практически вдвое. Всего в этом году вместе с приобретением «Коламбия Телеком» Пермская R-Телеком официально заявляет о завершении шести сделок на рынке слияний и поглощений России. Компания PlayKey готовится подвести итоги своего ICO. Продажа токенов компании закончилась в полночь 30 ноября. Сейчас, по данным самого проекта, удалось собрать от инвесторов порядка 10,5 миллионов долларов. Из этих средств около 4 миллионов было собрано в ходе пресейл компании, в их числе 1 миллион от американского фонда Uncharted Capital, также 1 миллион от AllRise Financial Group. Всего было выпущено 100 миллионов структурных токенов, из которых для покупки доступны были 60 миллионов. В первые сутки компании удалось привлечь порядка полумиллиона долларов. Каждый альткоин компании также приобретался за криптовалюту. Один токен оценили в 0,001 эфира. По текущему курсу это порядка полутора долларов. На собранной в ходе ICO компании средства плейки планируют масштабную смену концепции. Переход на P2P модель. Просто говоря, любой владелец мощного компьютера сможет сдать ресурс своего компьютера в аренду другим пользователям и даже заработать на этом. Рустам, но в самой компании как оценивают итоги ICO? Пока официального заявления не было, на самом деле, потому что сейчас, в том числе с зарубежными инвесторами, какие-то переговоры ведутся. Пока аналитики отмечают, что компания смогла привлечь меньше средств, чем изначально планировала. Рустам, благодарю тебя, держи нас в курсе. Прямо сейчас на очереди обзор рынков. Его подготовила Ирина Котова, руководитель представительства финансов в Пельме. Ирина, приветствую. Можно ли назвать события, которые произошли на этой неделе, для нефтяного сектора позитивными? Антон, приветствую. Да, действительно, рынок нефти наконец дождался даты 30 ноября. Состоялось заседание ОПЕК. Сейчас об этом расскажу поподробнее. Картель принял решение продлить действующее соглашение по сокращению добычи нефти до конца 2018 года. Страны не ОПЕК присоединились к договору, передает Блумберг со ссылкой на делегатов совещания. В поддержку соглашения высказались министр нефти Саудовской Аравии Халид Альфалих и министр энергетики России Александр Новак, а также представители Ирана и Ирака. Это полностью совпало с прогнозами экспертов. Спекулянты заложили свои ожидания в цены на нефть задолго до события. Это поддерживало котировки в последние две недели. Поэтому реакция была сдержанной. Тем не менее, котировки движутся наверх, а это значит, что есть шанс на то, что рост продолжится. В долгосрочной перспективе решение поддержит цены на нефть и производители, в частности, решение позитивно скажется на экономике России. С учетом принятого до конца года решения, нефть марки Brent будет торговаться выше 60 долларов за баррель. В течение 2018 года цена может подняться до 70 долларов за баррель. Продавцы в России все настойчиво закрывали позиции по бумагам. Медведи загнали индекс Мосбиржи ниже отметки в 2100 пунктов. Впервые 7 ноября. Затем к концу торгов он отскочил, но ненамного, потеряв и 1,1% и закрыв день на уровне чуть выше 2108 пунктов. Долларовый эквивалент индекс РТС также показал отрицательную динамику, снизившись на 2,21%. Что касается валютного рынка, то правительство Российской Федерации не прогнозирует всплесках курса в конце года. Он стабилен и предсказуем. Хотя на валютный курс всегда оказывает влияние целый ряд показателей. Так, в декабре российским компаниям предстоят большие внешние погашения. Поэтому спрос на валюту будет повышенным. За прошедшую неделю доллар снизился на 0,23%, до отметки в 58,49 рубля. А евро немного вырос на 0,16%, до отметки 69,46 рубля. Фондовые индексы США растут. Dow Jones впервые превысил отметку в 24 тысячи пунктов. Акции высокотехнологических компаний, продемонстрировавшие накануне падение, теперь уже показывают признаки восстановления. Индекс S&P 500 вырос на 1,5%, до отметки в 2638 пунктов. Пересмотренные данные Министерства торговли США показали, что экономика страны в третьем квартале 2017 года увеличилась на 3,3% в годовом выражении. На этом фоне ФРС снова готова продолжать ужесточать монетарную политику во избежание перегрева американской экономики. Так заявила Джанет Йеллен, выступая на экономическом комитете Конгресса США. Данную точку зрения также поддерживает и кандидат на постглаву ФРС Джером Пауэлл. В настоящий момент рынки будут внимательно следить за информацией по налоговой реформе. Это были основные события уходящей недели. Удачных вам инвестиций! Ирина, благодарю вас. Держите нас в курсе. Ирина Котова, руководитель представительства Финам в Перми с обзором рынков в нашем эфире. Прямо сейчас реклама, сразу после нее обсудим положение дел в лесопромышленном комплексе. Оставайтесь с нами. Это итоговая программа в Пермском эфире РБК. Мы продолжаем. 14 регионов страны, представители федеральных структур, краевые власти, представители лесной биржи. Все это участники Большого отраслевого совещания, которое прошло в Перми в понедельник. По объему лесных ресурсов наш регион занимает первое место в Пермском федеральном округе. Ежегодно предприятиями лесопромышленного комплекса на внутренний и внешний рынок отгружаются продукции на 40 миллиардов рублей. А за 9 месяцев текущего года только доля дерева обработки составила более 10 миллиардов. Целлюлозно-бумажной отрасли 20 миллиардов. Разумеется, есть и свои проблемы. Их и обсудим сегодня с нашими гостями. В нашей студии Дмитрий Келейко, исполняющий обязанности министра природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края. Приветствую вас. И Александр Николаевич Сухановский, генеральный директор группы компаний ПЦБК. Приветствую вас, господа, и благодарю за вашу отзывчивость. Так вот, если подвести итоги этого совещания, немного пояснения. В Прикаме сейчас зарегистрировано 10 участников, в бирже из них торгуются лишь 5. Корректные цифры? Да, цифры корректные, но надо говорить, что в декабре месяце эти цифры будут увеличены. А за счет чего? За счет того, что получают допуск компаний. То есть они этот допуск получили и сейчас уже начинают как куплю, так и продажу древесины через биржу. Александр Николаевич, пользуетесь услугами лесной биржи? Да, мы начали пользоваться услугами лесной биржи. Инструмент новый. Дополню, почему биржа работает, это только 5. Биржа заработала в марте. Процедура вхождения, процедура регистрации, заключение договоров, прояснение ситуации в работе биржи. Смотрите, там существенно снижен порог входа, да? По ценениям имею в виду. Порог входа был снижен после первого совещания, которое было 3 недели назад. Было большое совещание представителей бизнеса, власти, регулирующих органов биржи. Обсуждали, шел живой диалог о том, какие есть вопросы, какие проблемы. Один из вопросов был, это как раз барьеры входа для участия в бирже, для участия в торгах. Разные статусы, обсуждались также и другие вопросы. Вы говорите, 3 недели назад это было совещание, где был снижен, да? Это первое совещание, по результатам которого были приняты решения. Это говорит о том, что скорость реакции на запросы бизнеса... Со стороны власти? Да, со стороны власти и биржи. И биржи в том числе. Нет, мы здесь содействуем. Вы являетесь посредниками здесь, по сути. В какой-то части, да. Хорошо, проблематика работы в рамках системы ЕГАИС, она есть? То есть у нас, Лесович? Ну, смотрите, пожалуй, основных вопросов два. ЕГАИС и лесная биржа. Это корреляция названий, чтобы в ЕГАИС и при торгах на лесной бирже использовались одни и те же наименования. И второе, это интеграция лесной биржи в ЕГАИС, чтобы информация вносилась один раз, не два раза. Это, пожалуй, ключевые моменты. Система ЕГАИС, как и в других областях хозяйствования, позволяет обеспечить прозрачное движение товара. Равно как и биржевые торги, собственно. Ну, конечно. Биржевые торги еще и позволяют выяснить равновесную цену спроса и предложения. И как раз обозначить тот уровень рыночной цены, который является справедливым и индикативным для рынка. Можно ли говорить о том, что востребована лесная биржа в Пермском крае? Я считаю, что однозначно востребована. Потому что лесная биржа начала работать в Иркутской области до нас с 2013 года. И вот сейчас они вышли уже на достаточно существенные объемы. Но там на бирже как раз представлены государственные лесохозяйственные учреждения. Которых у нас не очень много пока. У нас их 5, но до конца года будет еще 2 мы создаем. То есть в следующем году уже будет 7. И деятельностью этих лесохозяйственных лесохозяйственных лесохозяйств будет охвачена практически вся территория Пермского края. Так вот, возвращаясь к вопросу, что биржа здесь лесная уже начала свою работу. Мы планируем в Иркутске только государственные учреждения через биржу работали. А мы здесь хотим сделать, чтобы работали и лесхозы. То есть 100% того, что через лесохозяйственные работы, значит, та продукция, которая в результате лесохозяйственных работ получается у лесхозов, чтобы это все шло через биржу. И второе, чтобы бизнес через биржу торговал. То есть это будет и лесхозы, и средний, мелкий и крупный бизнес. Господа, о каких объемах мы сейчас вообще ведем речь? Каков был объем на начало торгов, а сколько сейчас? В том числе после того самого знаменательного совещания. Я здесь могу прокомментировать в части именно государственных лесохозяйственных учреждений. Здесь у нас практически на сегодняшний день объемы небольшие. То есть у нас стояло несколько сделок двумя лесхозами на общий объем 5400 кубов. Это порядка 5% общего объема, который на лесхозы приходится с Пермского края. Но почему такой маленький объем? Потому что практически большая часть вот этой продукции, она уже была в первом полугодии реализована. Эти работы были проведены, и соответственно этот лес был, древесина была реализована. Такая сделка первая состоялась лесхозом в августе. Поэтому в следующий год от 5000 мы планируем перейти более чем на 150 тысяч кубов. То есть практически 100%, не практически, а 100%. Я записываю. Да, да, да. 100% продукции, которая идет через лесхозы, в результате лесохозяйственной деятельности, Должна проходить через биржу. Будет проходить через биржу. Будет. Отлично. Отличное уточнение. Александр Николаевич, господин Валентик, общаясь с журналистами, акцентировал, что необходимо выявлять барьеры, мешающие бизнесу, и собственно их устранять. На Ваш взгляд, что имеется в виду, и что можно устранить, чтобы добиться выйти на те показатели, о которых говорит Дмитрий Евгеньевич? Вы знаете, наверное, самый главный барьер уже устранен. Порок входа? Нет. Власть, бизнес вступили в очень плотный, тесный и конструктивный диалог. Это самое главное. Стороны слушают друг друга и слышат друг друга, что позволяет очень быстро решать те вопросы, которые возникают. В частности, возможно, почему Пермь выбрана пилотным регионом для дальнейшего развития лесной биржи? В Перми уникальный лесной комплекс. Это связано с тем, что предприятия Пермского края могут употреблять всю древесину, добываемую на территории края. Пермские ЦБК потребляют березовый баланс, Соликамус-Бумпром хвойный баланс, Красный Октябрь пиловочник, ЦБК Камо-Осину. Мы осваиваем полностью весь лес, и биржа может служить как раз тем посредником, который позволяет оборот леса урегулировать и обеспечить. Насколько я знаю, Китай проявляет большую заинтересованность в нашем лесе, прежде всего. Господа, буквально минута осталась, а очень слободневный вопрос еще есть. В следующем году Федерация увеличивает ставки по заготовке леса. И не на 2, и не на 3%. Ваши прогнозы, как все это повлияет? Поправьте, если я ошибаюсь, 44% поднимутся. Нет, все верно. Как будем выживать? Здесь надо говорить о следующем. Первое, что кроме долгосрочных контрактов, обычно на 49 лет, есть еще краткосрочные контракты для заготовки древесин. И мы сейчас эту долю увеличиваем. То есть те, кто уйдут с рынка в рамках долгосрочных контрактов, они смогут лес приобретать на аукционах в рамках контрактов до года. То есть здесь будет определенное перераспределение лесного ресурса. Александр Николаевич, если можно кратко, как изменится рынок? Для нас, как для предприятия, которое обеспечивает глубокую переработку древесины и работает на протяжении всего цикла от добычи леса до глубокой переработки, это изменение будет стоить доли процентов в стоимости конечного продукта. То есть по факту и стоимость леса на рынке не изменится, да? И на бирже, соответственно? Ну да. Это на первый взгляд кажется, что 44% это очень много. Хотя по факту, если переложить на стоимость куба леса... Благодарю вас. Спасибо услышал. В нашей студии Дмитрий Келейко, исполняющий обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Первого края, Александр Сухановский, генеральный директор группы компании ПЦБК. Господа, еще раз вас благодарю. Всегда рады видеть. Заходите. Спасибо. Таковой выдалась эта неделя. Увидимся в нашем эфире уже в понедельник. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи.